Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Валь. Смотрите в выпуске. В республике началась проверка школьных маршрутов. Только в Ижевске в доставке до места учебы нуждается четыре сотни детей. Кто их будет возить? Трудности с урожаем. Погодные условия тормозят и усложняют уборку овощей и зерновых. Сильнейшие гроссмейстеры страны играют в Удмуртии. Почему усадьбы Чайковского и за какой приз, кроме титула, сражаются? Детская команда по слэш-хоккею появилась в Удмуртии. Есть оборудование и место для тренировок. И есть большая цель у маленьких хоккеистов. В Ижевске появятся умные остановки с Wi-Fi и видеокамерами. Как они будут выглядеть, глава Ижевская показал на своей странице в соцсетях. Первые комплексы установят в центре города на улице Пушкинская. Уже точно известно, по два таких павильона появятся на остановках Центральная площадь, улица Кирова, Городская администрация и один возле Филармонии. Он такой будет легкий на внешний вид, но тем не менее это будет серьезная капитальная конструкция, элегантная достаточно. Думаю, что горожанам она понравится. Но мы именно с этой целью устанавливаем 7 штук, для того, чтобы горожане их увидели, посмотрели и сказали свое слово. Проект пилотный. Кроме бесплатного интернета и систем видеонаблюдения, на остановках будет информационное табло. Оценить новинку горожане смогут через месяц. Власти обещают начать установку комплексов в сентябре. А старые демонтируют и перенесут туда, где нет павильонов. В планах городских властей в течение трех и пяти лет полностью обновить все остановки, а их более 600. Сейчас идут переговоры с потенциальными консессионерами. Больше двух миллионов рублей заплатят школу Удмуртии за антисанитарию в столовых. Специалисты регионального Роспотребнадзора за год провели три сотни проверок, выясняя, как организовано питание в учебных заведениях. Нарушений выявили много. Нарушения технологии хранения продуктов и приготовления блюд. Уже составлено более 300 административных протоколов. Выявлялись нарушения в части технологии приготовления пищи, нарушения сроков хранения, нарушения мытья посуды. И нарушения санитарного состояния помещений. По фактам выявленных нарушений было вставлено 364 протокола об административных правонарушениях. И вынесено постановление на ощупь сусловный штраф более 2 миллионов рублей. По результатам проверок деятельность четырех объектов в пищеблоках в столовой деятельность была приостановлена за грубое нарушение санитарного законодательства. Добавлю, за год в региональное управление Роспотребнадзора на качество питания детей в учебных заведениях пожаловались 11 родителей. По всем обращениям были проведены проверки. С началом учебного года работа по контролю за питанием детей в образовательных организациях будет продолжена. А вот проверка школьных маршрутов в республике уже идет. По пути следования автобусов, которые будут весь год возить ребят на учебу, сейчас ездят спецкомиссии. Сегодня в Ижевске нашли массу претензий к маршруту до школы номер 100. Замечание записала Альбина Валикжанина. Открывайте нам подножку, посмотрим подножку в рабочем состоянии. Не в рабочем. А почему? Перед выездом на школьный маршрут проверка автобуса. За его техническое состояние отвечает водитель. Он же механик. Вячеслав Дмитриев признается, подножка отказала еще в конце учебного года. Этот автобус отслужил половину ресурсного срока. Ему пять лет. Уже в пути выявился еще один минус. В гору и по равнине машина еле тянет. Максимальная скорость не больше 10 км в час. В таком состоянии автобус может стать причиной затора на дороге. Из-за подножки скорость теряется. Там заржавело все за лето. Вот надо подножку разработать и ремонтно оставать. Этот автобус закреплен за Ижевской школой номер 100. Он привозит на учебу ребят с окраин Ленинского района столицы. У старшего инспектора дорожного надзора к маршруту, по которому двигается школьный транспорт, уже больше десятка замечаний. Разметка на дороге плохая, а возле школы не подключен пешеходный светофор. На остановке в микрорайоне Радужный нет навеса. Насутствует павильон, и уличная дорожная сеть не освещена. Дорожный знак, пешеходный переход ограничивает видимость дорожного знака 516. То есть надо будет либо сместить один из них, либо опустить. Городские службы получат предписание до начала учебного года. Часть замечаний постараются устранить. В Ижевске такую проверку должны пройти еще четыре школьных маршрута. В подвозе сегодня нуждается порядка 400 учеников столицы. Конечно, потребность растет с каждым годом. За два года у нас потребность выросла в подвозе детей на 80 человек. И мы еще нуждаемся в школьных автобусах. Но благодаря поддержке Министерства образования Новокридорской Республики в этом году нам выделили два автобуса. Это школе 17, школе 18. И поэтому пока нам хватает. Но тем не менее у нас есть еще отдаленные районы. Школьные автобусы ждут в 26 и 8 школе Ижевска. Город уже направил заявку в Министерство образования. Альбина Валикжанина, Юрий Дроздов. Новости. А прокуратура напомнила предпринимателям о недопустимости продавать табачные изделия вблизи школ и детских садов. Так в Ижевске, в Ленинском районе, двум торговым точкам придется заплатить штраф на общую сумму более 130 тысяч рублей и прекратить торговать сигаретами. Как оказалось, это уже не первое предупреждение от надзорных органов. Ранее прокуратурой Ленинского района в 2018 году были выданы представления данным предпринимателям о том, что они не вправе осуществлять деятельность около образовательных организаций. В настоящее время прокуратурой района будут проведены контрольные проверки о том, исполняют они указанное представление прокурора или нет. Контрольные проверки пройдут до начала учебного года. Если замечания не устранят, прокуратура обратится с иском в суд о закрытии торговых точек. В Удмуртии на полях приостановили уборку зерна. Причина тому – проливные дожди, трудности с уборкой овощей. Это поля кооператива «Надежда» в Малапургенском районе. Дождливая погода пошла на пользу некоторым видам. Например, капуста нынче сочная. Но проблема, как урожай увезти. Морковь, свекла, картофель. Всего 300 гектаров земли еще не обрабатывали. Из-за дождей корнеплоды начинают гнить. Потерять можно и зерновые. Урожай хороший – до 40 центнеров с гектара. Но сырая земля мешает работать комбайну. Из-за дождей зерно сляжет и пустит корень. Опасаются аграрии. Такая ситуация во всех районах Удмуртии. На сегодняшний день, по прогнозам сельхоза, убрано 2% зерновых культур. В том году за этот период было убрано в 5 раз больше. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии готово при необходимости ввести режим ЧС. В случае неурожая это позволит хозяйствам претендовать на господдержку. Весь мир следит за шахматными баталиями, которые проходят в эти дни в Удмуртии. Гроссмейстеры, входящие в рейтинги лучших на планете, начали борьбу за российскую шахматную корону. Стартовал суперфинал чемпионатов в Воткинске в доме музея Петра Чайковского. Почему там и за какой приз, кроме титула, состязаются спортсмены, расскажет Светлана Буланова. Шахматная федерация привезла свою мебель в этот зал. То есть это столы, кресла и, конечно же, особое пространство создают вот эти лампы. К шахматным баталиям в Воткинске в усадьбе Чайковского подготовились основательно. В концертном зале, где и пройдут первые турниры, пошли на беспрецедентный шаг. Пол амфитеатра выровняли. Когда игры закончатся, здесь снова появятся ступеньки. Все условия для сильнейших кроссмейстеров. 12 девушек, из них 8 входят в топ-50 лучших шахматисток планеты. И 12 мужчин, из них 9 в мировом рейтинге ФИДЕ. Атмосфера, как говорят шахматисты, здесь действительно впечатляющая. Любая мелочь имеет значение на высоком уровне. Ну, как правило, должны соблюдаться какие-то требования, чтобы было комфортно играть. Но, тем не менее, приятнее, если этот турнирный зал не просто хорошо оборудован в помещении, а еще и с историей, как здесь. То есть, конечно, безусловно, приятно. Шахматы в музее – это уникальная российская программа. Суперфиналы уже проводились в Новгородском Кремле, в Казани, в Санкт-Петербурге. Нынче право принимать кроссмейстеров получила Удмуртия. Я счастлив, для нас большая честь, что мы принимаем такой турнир. Безусловно, у меня нет сомнений, что это событие, оно, собственно, подтолкнет или будет еще таким побудительным мотивом заниматься больше шахматисток. Для нас очень важно, мы вместе с фондом, своими усилиями, конечно, будем этот порыв поддерживать. Удмуртия сегодня активно включилась и еще в один проект – «Шахматы в школах». Курирует эту программу, включая и сам чемпионат России – благотворительный фонд Елены и Геннадий Тимченко. В этом проекте уже участвуют в Республике Удмуртия 298 школ. Уже обучено порядка 388 учителей школьных, которые стали педагогами по шахматам. И более 16,5 тысяч детей школьников принимают участие. Мне кажется, что шахматы очень бодро и динамично шагают в Республике Удмуртия. И нас это очень радует. Игры уже начались. Участницы борются за титул чемпиона России. А в качестве приза – автомобиль Александра Горячкина. Международным гроссмейстером стала еще в 13 лет. У Удмуртии ей достались сильнейшие соперницы – экс-чемпионки мира и многократные обладательницы олимпийского золота. В бой за победу может длиться 6 и более часов. Мы же не в теннис бегаем за мячиком, сидим на стуле. Не все так сложно. Нам никто не запрещает вставать и проходиться. Так что годы тренировок все-таки уже привыкли. Турниры сравнимого по силе трудно вспомнить. Это один из сильнейших женских турниров, который когда-либо проходил в целом в России. А что касается мужского соревнования, то здесь у нас в основном это молодые амбициозные шахматисты, которые находятся на старте своих основных достижений. Следить за играми сможет весь мир. Трансляции будут вестись в интернете. Зрители – четверть миллиона болельщиков. Комментировать происходящее будет известный гроссмейстер Сергей Шипов. С чего начнете в комментариях? Ну вот, пожалуй, про Боткинск как место, где ковалась наша победа, как город, где создавались великие музыкальные произведения, как город, который хотелось бы познать. Баталии за шахматную корону будут вестись до 22 августа. Турниры пройдут не только на родине Чайковского, но и в Ижевске. Увидеть острейшие состязания сильнейших гроссмейстеров сможет любой желающий. Вход на площадки бесплатный. Светлана Буланова, Юрий Егоров. Новости. А еще в Откинске в минувший уикенд соревновались сильнейшие триатлонисты страны. Побороться за Кубок России по триатлон-спринту приехали 100 профессиональных атлетов, 150 любителей и 7 эстафетных команд. Всем им предстояло преодолеть дистанцию в 26 километров поэтапно ее, проплыв, проехав на велосипеде и пробежав под проливным дождем. И началось это испытание на прочность в Откинском пруду, температура воды в котором была 18 градусов. Впрочем, никто из тех, кто в этот день преодолел сложнейшую дистанцию, не пожалел об этом. Чемпионов в триатлоне не зря называют айронмен «железный человек». Один из них – чемпион мира Максим Валикжанин. Он стал победителем в гонке любителей. Классная гонка. Соперники боролись, хотели обыграть. На моих слабых дистанциях они задавали темп. Я старался держать. Конечно, очень рад, что я первый раз выступаю здесь в Откинске. И у меня получилось выиграть. У нас уже третий год проводятся здесь соревнования. И очень хорошо, что с каждым годом количество участников растет. Не только элиты, но и любители. В этом году уже у нас пять категорий выступает. От 18 до 60+. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы в Удмуртии развивалась с точки зрения триатлона. И для того, чтобы количество гостей, которые приезжают к нам ежегодно, каждый год увеличилось. Уже известно, через год Водкинск снова примет у себя Кубок России по триатлон-спринту, на который приедут и лидеры сборной страны. Для этого республика и городские власти должны будут активнее поработать над развитием необходимой для триатлона инфраструктуры. Большой сюжет о триатлоне в Удкинске подготовили мои коллеги из новостей спорта. Досмотрите наш выпуск и узнаете все самое интересное. В региональном слэдж-хоккейном клубе пополнения впервые в республике появилась детская команда. 10 игроков получили все необходимое оборудование, форму и 1 миллион рублей, чтобы подготовиться и съездить на свои первые большие соревнования. Оксана Худякова расскажет о тех, для кого хоккей – это не просто спорт. Они привыкли преодолевать себя. На лед вместе со взрослой и юношеской командами выходят дети. Для своих маленьких слэдж-хоккеистов республика получила необходимое оборудование. Оно уникальное, дает возможность расти профессионально. Важно, что в этих санях есть регулируемая колодка. Это ножи, на которых они находятся. Начинающие спортсмены работают широкой посадкой. Более уже подготовлены для маневров, для ловких движений. Используют уже посадку ножей более близких друг к другу. Клюшки тоже специальные, детские, из прочного материала. Исключительно отечественного производства. А еще форма. Все это начинающим спортсменам предоставил благотворительный фонд Геннадий и Елены Тимченко. Его представители приехали в Ижевск с еще одной приятной новостью. Юной команде предоставили грант в миллион рублей. Этот день и тренеры, и взрослые спортсмены по праву, говорят, можно считать днем рождения детского слэдж-хоккея. Ведь теперь есть все необходимое, чтобы проводить полноценные тренировки. А для этих ребят игра точно больше, чем просто спорт. Когда играем в хоккей, вот голод когда забиваешь, такие ощущения хорошие. Это даже как-то не описать словами. Это надо чувствовать. Впереди у спортсменов и первые выездные игры. В Сочи в декабре они отправятся на Всероссийский фестиваль. А до этого познакомятся с потенциальными соперниками в октябре на Играх в Казани. Мы эту команду, конечно, еще недавно собрали. Но они уже показывают и катание, и введение шайбы. К этого времени мы думаем, что у нас все получится. Потому что там тоже такие же люди, такие же игроки будут. В Сочи взрослые обсудят и развитие детского слэдж-хоккея. И сегодня в России свои детские команды этого адаптивного вида спорта есть уже в 13 регионах. Оксана Хрюкова, Александр Широбоков. Новости. 70 мусульман республики возвращаются из Мекки. Паломничество к святыням в Саудовскую Аравию совершается специально на Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения. Один из главных в исламе. Отмечают его три дня. Начали накануне. В республиканской мечети верующие собрались на молитву и проповедь, в которой Муфтий по традиции объяснил суть приношения жертвы. В этом как раз суть совершения вот этого обряда. Чтобы помогать нуждающимся, помогать своим братьям, собираться вместе, делать добрые дела. На этом у меня все. Далее новости спорта и много интересного. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok